Младший лейтенант Григорий Сидоров родился в 1923 году в деревне Нашатыркино Рязанского района. На Великую Отечественную войну он ушел совсем молодым. И также совсем молодым он ушел из жизни в 1943 году, 30 июля. После окончания войны его самолет так и остался лежать, погребенным в землях Краснодарского края. И вплоть до настоящего момента об этом воине не было ничего известно. Но в 2016 году кубанские поисковики нашли его самолет. А после началась кропотливая работа. По номеру двигателя они выяснили модель истребителя. После дело за малым. Узнать по военным документам, какой именно самолет не вернулся с боевого вылета. Так и узнали имя пилота Григорий Сидоров. В мае 2017 года его останки были переданы для придания родной земле представителям поискового отряда Рязанской области АК Рязань. Ребята, большое вам спасибо за ту работу, которую вы делаете. Вы делаете огромную, нужную, важную работу, которую, я не знаю, с чем это можно сравнить. Родственников в Рязани у него, к сожалению, не сохранилось. У пожилой семьи Сидоровых было три сына, два из которых погибли на войне, а судьба третьего так и осталась неизвестна. Безусловно, очень трагический, траурный момент, потому что мы сегодня хороним защитника Отечества. По праву защитника, на которого нужно равняться всей нашей молодежи. Потому что отдать жизнь свою в 20 лет, когда только все начинается, когда все еще впереди, это действительно героический поступок. Сегодня, 21 июня, останки бравого воина Рязани предадут родной земле. Теперь он будет похоронен в воинском квартале на Богородском кладбище. Действительно скорбный момент. Но это истина, действительно. Истина действия. Никто не забыт, ничто не забыто. И этот пример всему человечеству, что Русь свои герои не забывает, где бы они не находились, когда бы их не обнаружили. Героин остается героем. Это не первый солдат времен Великой Отечественной войны, найденный не на территории родной ему Рязани. С 2016 года нашли 4-х человек, которые также были похоронены на этом кладбище. И каждая такая находка – это целое событие, как для поисковых отрядов, так и для родных и близких погибшего. Ведь это напоминание всем нам, как молодые ребята ценой своей жизни защищали Родину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова